Здравствуйте дорогие друзья! Вы смотрите канал Цейгаус, канал для любителей военной истории. Если вам понравились наши ролики, не забывайте ставить лайки и подписываться. Впечатляющие характеристики самолетов, оснащенных сравнительно маломощными двигателями, вызвали интерес у сотрудника конструкторского бюро фирмы ПЗЛ Казимежа Корсака, который начал исследовать возможность применения данной концепции в боевой авиации. В 1935 году, когда предварительные переговоры о возможном преемнике П-11 стали более частными, Корсак начал работы над концепцией легкой одноместной машины для ответа на возможные требования к такому истребителю. При разработке проекта истребителя Казимеж Корсак решил сделать основной упор на маневренность, чтобы машина была пригодна для ведения боев на горизонталях и выполнения задач истребителя-перехватчика объектовой ПВО. Результатом первоначальных проектных исследований, проведенных Корсаком в конце 1935 года, стал аэродинамически чистый и цельнометаллический самолет «Моноплан». Характерными особенностями машины должны были стать низкорасположенное свободно несущее крыло с малой длиной хордой и небольшое поперечное сечение фюзеляжа. И все это благодаря выбору силовой установки, инвертированного V-образного двигателя воздушного охлаждения ПЗЛ ФОКа, развивавшего мощность 400-600 л.с. и вращавшего двухлопастной деревянный винт. Данная работа вызвала определенный интерес со стороны официальных органов и в 1936 году эскизный проект Казимежа Корсака был выбран для проведения эскизного проектирования. В соответствии с системой обозначения авиационного командования, разрабатываемой машине был присвоен обозначение П-45, ранее зарезервированное для разведывательного варианта легкого бомбардировщика П-46 «Сум» и наименование «Сокол». Были разработаны три варианта базовой конструкции. Первый вариант должен был иметь неубираемые основные стойки шасси и оснащаться 420-сильным двигателем. Он должен был на высоте 1000 метров иметь расчетную скорость 420 км в час. Версией первого варианта должен был стать самолет с 500-сильным двигателем, взаимозаменяемым с двигателем ПЗЛ «Фока», который на высоте 3000 метров разгонял бы самолет до максимальной скорости 480 км в час. Второй вариант также должен был оснащаться неубирающимися шасси и 450-600-сильным двигателем ПЗЛ «Фока». Третий вариант должен был иметь такую же силовую установку и убирающиеся шасси. К сожалению, ни один из указанных выше двигателей не имел счастливого будущего в польской авиации. Разработка двигателей «Фока» столкнулась со значительными техническими трудностями. Это, в сочетании с тем фактом, что концепция легкого истребителя по-прежнему оставалась неизвестной величиной, побудило авиационное командование занять выжидательную позицию в отношении проекта П-45. Наибольший приоритет был присвоен программе создания оснащенного двигателем «Меркури» истребителя П-50 «Ястреб». В конце 1936 года стали известны технические подробности нового 14-цилиндрового радиального двигателя воздушного охлаждения «Гном Рон» 14М «Марс». И в ожидании лицензионного производства этого двигателя в Польше, вероятность которого была весьма высокой, Казимиш Корсак начал переделывать базовую конструкцию своего самолета под этот авиамотор, который при диаметре всего 96 см и удивительно небольшой лобовой площади очень хорошо подходил для истребителя. В 1937 году в аэродинамической трубе Варшавского аэродинамического института была испытана модель самолета. В сентябре того же года в аэродинамической трубе были проведены сравнительные испытания, изготовленных в масштабе 1 к 3 моделей крыльев типов А и Б, в которых были использованы различные аэродинамические профили. В 1938 году официальное отношение к П-45 стало меняться. Интерес к программе «Сокол» возрос, и ее масштабы были значительно расширены. С одной стороны, задержки в программе П-50 побудили авиационное командование искать страховку в виде альтернативного ястребу-перехватчика, а с другой стороны, считалось, что самолеты типа П-45 могут предложить решение острой проблемы авиационных резервов. Командование польских ВВС требовало 170% резерва истребителей, указывая на то, что оперативные возможности подразделения, оснащенных истребителями П-11, будут неуклонно снижаться из-за износа в ходе интенсивных военных учений. Поскольку никакого запаса материальной части не было, то машины первой линии использовались в качестве учебных. Однако данное требование ВВС было отклонено польским правительством в связи с его большой стоимостью. Затем было высказано предположение, что возможно создать более легкую и дешевую машину для боевой подготовки летчиков-истребителей, которая в чрезвычайной ситуации могла бы использоваться в качестве мобилизационного истребителя. Предложение было одобрено, и проект истребителя «Сокол» был переработан в соответствии с его новым назначением. Осенью 1938 года было выдано разрешение на постройку двух прототипов, оснащенных двигателями «Марс». Первый из них, P-45-1, должен был иметь фиксированное шасси, а второй P-45-2 с убирающимися основными стойками шасси. Работы были начаты в ноябре 1938 года, а в январе следующего года полноразмерный деревянный макет P-45-1, представлявший собой вариант для серийного производства P-45A, был осмотрен и одобрен. Вскоре после этого был заключен контракт с компанией ПВС на разработку цельнодеревянного истребителя, позднее получившего обозначение ПВС-42. Одновременно компании «Экспериментальные авиационные мастерские» ДВЛ было предложено подготовить предложение по истребителю смешанной конструкции, результатом которых стал проект РВД-25. Данные проектные работы были известны в польской авиастроительной промышленности как спецификация «Сокол». Для каждого из трех самолетов, создававшихся в рамках данной программы, требования спецификации были определены следующим. Вооружение из четырех пулеметов винтовочного калибра и использование 660-730 сильного радиального двигателя «Гном Рон-14М-05 Марс». Летные испытания машин-участников конкурса, разработанных компаниями ПЗЛ, ПВС и ДВЛ, были назначены на весну 1940 года, после чего, как ожидалось, компании должны были получить щедрые заказы на производство проекта победителя. К сентябрю 1939 года постройка прототипа П-45-1 продвинулась далеко вперед и завершение его изготовления, требовавшее по расчетам 4000 человеко-часов, было запланировано на ноябрь. Планер самолета должен был получить один из пяти заказанных во Франции двигателей «Гном Рон-14М-05», предназначенных для первой производственной партии самолетов-разведчиков ЛВС-3 «Мева» «Чайка». Двигатели были поставлены в июне 1939 года, на три месяца раньше запланированного срока. Тем временем, в августе 1939 года было принято решение немедленно начать серийное производство П-45А на заводах компании ПЗЛ и ПВС. К сожалению, быстрый разгром Польши поставил крест на программе П-45, и «Сокол» вошел в состав огромной армии крылатых машин, которые так и никогда не поднялись в воздух. Продолжение следует... Продолжение следует...